С главными событиями этого дня в студии Олег Хатанзейский новости начинаются. Полеты россиян в Египет приостановлены до полного выяснения причин крушения аэробуса А321. Соответствующий указ о временном запрете перелетов в воскресенье подписал президент Владимир Путин. Тем временем возвращением туристов на родину занимается оперативный штаб, созданный правительством. На египетских курортах сейчас находятся до 80 тысяч наших соотечественников. Подчеркивается, что все они покинут Египет в запланированные ранее даты. А туристам, которые только собирались улететь на Красное море, будут предложены другие варианты отдыха или денежное возмещение. Для этого необходимо обратиться к своим туроператорам. В МЧС уже открыли специальную горячую линию для урегулирования вопросов, связанных с приостановлением авиационного сообщения с Египтом. Итак, телефон 8 800 140 61, соединение бесплатное. Добавлю, решение о приостановлении полетов в Египет было принято на заседании Национального антитеррористического комитета. Глава ФСБ заявил, что эта мера сейчас целесообразна. Владимир Путин согласился с рекомендациями спецслужб. Распоряжение будет действовать до выяснения причин крушения российского самолета на Синайском полуострове. Однако приоритетной версии у следствия до сих пор пока нет. Проверяются все возможные варианты развития событий в небе над Египтом. Ситуацию с возвращением жителей Неницкого округа, который сейчас отдыхает в Египте, на контроле держит лично глава региона Игорь Кошин. По его поручению во вторник состоится заседание комитета ЧС, посвященное теме возвращения земляков на родину. И вот по данным местных турагентств на курортах Египта сейчас отдыхают как минимум несколько десятков жителей нашего региона. Путевки они привели еще до официального приостановления полетов в эту страну. Сейчас же билеты в Египет попросту не купить. Многие туроператоры убрали их с продажи. Что выбирают граждане в качестве альтернативы Египту или готовы ли ждать отдыха именно в этой арабской стране? Подробности далее. Полеты приостановлены во все аэропорты Египта. Отдыхающие временно не будут летать в эту страну, так гласит указ президента. Кроме того, указом президента предписано туроператорам воздержаться от продажи путевок в Египет. По данным туроператоров, Египет – самое популярное место отдыха россиян. Сейчас жаркий сезон. Там находятся десятки тысяч граждан нашей страны. Среди них есть и жители Ненецкого округа. Их родственникам, впрочем, беспокоиться не стоит. Всех туристов обязательно доставят на родину. Но это поручение Путина. Но что делать тем, кто только собирается на отдых? Путевки куплены и оплачены, а вылет в ближайшие дни. По закону турфирмы либо должны вернуть полную стоимость путевки, либо предоставить отдых в другой стране, как это уже делает Ирина Жабская. На сегодняшний день самая популярная версия – это поменять направление. Такой туроператор, как Библиоглобус, предлагает всем отправиться на Кипр. Многие туроператоры уже в первую ночь, когда появился данный указ, отправили свои самолеты в Турцию. Повезло, в Турции этой осени тепло, плюс 27, люди даже купаются. Также некоторые туроператоры предложили посетить Таиланд, Индию. То есть те направления, которые людям будут удобны в данный момент времени. Сейчас, по словам руководителя турагентства, многие люди соглашаются лететь именно в Турцию. Во-первых, там тепло, во-вторых, безопасно. Если же человек решил вернуть приобретенную путевку, то ждать денежного возмещения придется очень долго – примерно 3-4 месяца. А те, у кого отдых в Египте намечен только на декабрь, и вовсе не торопятся обращаться к своему туроператору. На данный момент путевки в Египет даже сложно продать, потому что многие туроператоры убрали их из продажи, чтобы не было такого соблазна. Стоит еще вопрос по путевкам на декабрь, на январь месяц, на новогодние праздники, потому что еще есть сомнения, будут самолеты летать или нет. Люди пока не торопятся их аннулировать. Впрочем, это дело каждого. Но, как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, полеты приостановлены не до окончания расследования катастрофы КГЛМ-Авиа, а до тех пор, пока не будет обеспечен должный уровень безопасности полетов. А вот реакцией Международного авиационного комитета на трагедию над Синаем стало решение о приостановке эксплуатации российскими авиакомпаниями самолетов типа Boeing. В опубликованном на сайте комитета сообщении отмечается, что такое решение принято в связи с необходимостью срочных доработок в системе управления рулем высоты самолетов данного типа, на которые указали в Росавиации. Но там решение МАК назвали недействительным. В ведомстве отметили, что запретить полеты воздушного судна может только специально уполномоченный орган исполнительной власти. Отразится ли решение на работе воздушной гавани Ненецкого округа, в телефонном интервью нашему каналу рассказал исполняющий обязанности руководителя Наринмарского объединенного авиаотряда Яков Меньшаков. Администрация округа одобрила проект бюджета на 2016 год. Главный финансовый документ остается социально ориентированным. Расходы на образование и здравоохранение составят почти 10 миллиардов из 15 подтвержденных доходами. Сегодня проект главного финансового документа внесли на рассмотрение парламентария. В то, как регион будет жить в следующем году, изложено на 169 страницах бюджета и на более чем тысячи страницах пояснений к нему. Проект бюджета на 2016 год разработан на основании утвержденных направлений бюджетной и налоговой политики на следующий год. В первую очередь средства окружной казны будут направлены на решение задач, определенных в указах президента России. Это улучшение качества жизни, повышение инвестиционной привлекательности региона и эффективности управления общественными финансами, а также обеспечение прозрачности бюджетного процесса. Несмотря на снижение доходов, бюджет 2016 года остается бюджетом развития, отметил на заседании администрации глава региона Игорь Кошин. При его формировании мы буквально считали каждую копейку, рассматривали каждое учреждение. Экономические реалии заставляют очень скрупулезно относиться к расходным статьям и искать новые способы повышения эффективности. Ситуация накладывает дополнительную ответственность и на бюджетные учреждения. Все они должны быть востребованы, работать для людей. В проекте бюджета на 2016 год закреплены следующие основные параметры. Доходы более 15,5 млрд рублей, из них почти 214 млн поступят в округ из федерального бюджета. Расходная часть запланирована в объеме более 18,5 млрд рублей, дефицит 3,7 млрд или 20%. Поступления в окружной бюджет от Харягинского соглашения у разделя продукции рассчитывались, исходя из цены на нефть 50 долларов за баррель и курса валюты 63,3 рубля за 1 доллар. Также на начало года планируются остатки бюджетных средств в объеме 767,2 млн, которые пойдут на сокращение дефицита. Источниками покрытия дефицита являются возврат кредитов, выданных до 1 января 2008 года 3,8 млн рублей, и кредиты кредитных организаций. Мы предусматриваем привлечение в сумме 4,3 млрд рублей. Также учтен возврат взятого в 2015 году кредита в сумме 2 млрд рублей. Обслуживание госдолга составит 621 млн без расчета привлечения кредита в полном объеме в первом полугодии. Наибольший удельный вес от общего объема расходов, как и в прошлом году, приходится на образование более 5 млрд рублей или 26,9%. На национальную экономику планируется направить 3,768 млрд рублей, социальную политику более 2,6 млрд, ЖКХ чуть больше 2 млрд, здравоохранение почти 2 млрд. В проекте бюджета учтены межбюджетные трансферы муниципальным образованием в объеме 613 млн 600 тысяч рублей. В том числе в расходной части заложены 100 млн рублей, которые будут распределены в виде грантов на благоустройство между муниципалитетами. Как отметила Татьяна Лагвиненко, расходы окружной казны в следующем году не предполагают индексацию социальных выплат, зарплат чиновников и работников государственных учреждений. Впереди общественные слушания по бюджету, после чего на очередной сессии собрания депутатов 24 ноября законопроект планируется к принятию в первом чтении. Вот уже многие годы нефтяные компании активно принимают участие в социально-экономическом развитии региона. Яркий пример – сотрудничество возведения детского сада в микрорайоне лесозавод. Сегодня теремок принял первых посетителей. Так сбылась мечта наринмарских малышей и их родителей. Долгожданный детский сад на улице Заводской распахнул свои двери для 220 ребят от полутора лет до подготовительного к школе возраста. В сказочном доме побывала моя коллега Любовь Пермякова. Этих ребятишек родители сегодня привели на полчаса раньше. И не потому, что надо было спешить на работу, просто детям очень хотелось прийти в долгожданный детский сад. А дети, некоторые родители говорят даже, что ждали, не могли дождаться, когда они ведут. Ксюша у нас даже в четверг собиралась уже в детский сад прийти. Пришла самая первая, только вот в начале восьмого пошла сразу игрушки, помогла разобрать нею. Красивые новые игрушки, яркая мебель, интерактивное оборудование. Такой подарок для Ксюши еще для 219 детей сделала Нинецкая нефтяная компания. Красивое современное здание стало украшением развивающегося микрорайона города. Сегодня такой радостный день у нас. Открытие пока еще такое неофициальное. Без помпы, без фейерверков, без каких-то концертов. Открытие нового детского сада. Это пока такое состояние переезда. Через месяц ориентировочно будет торжественное открытие этого здания. Когда детки уже освоят детские площадки, когда специалисты полностью уже будут понимать, как, что, где должно быть расположено в кабинетах. Действительно, времени воспитателям и ребятишкам потребуется много для того, чтобы познакомиться с расположением кабинетов в новом большом садике. Мы очень долго ждали детского сада. У нас было всего лишь 4 группы. Спортзала не было, музыкального зала не было. А сейчас у нас очень много всего. Здесь два спортзала есть и два музыкальных зала. Мы очень рады, все красиво. В новом здании, кроме спортивных и музыкальных помещений, есть кабинет речевого развития, ручного труда и кабинет познавательной деятельности. А сейчас в новом детском саду у нас вот такой большой просторный кабинет, где можно есть уголок экспериментирования. Вот здесь вот мы с ребятами будем заниматься, проводить различные эксперименты с водой, с воздухом. Мы можем теперь вечером с ребятами наблюдать за звездным небом. Здесь все продумано до мелочей. Даже если погодные условия подведут, то ребятишки, уверяет руководство садика, без свежего воздуха точно не останутся. Здесь у нас прогулочная веранда. В то время, когда на улице будут сильные морозы или какая-то непогода, можно будет спокойно вывезти детей сюда, в проветренное помещение и организовать какие-то игры спортивные, мероприятия. Для этого тоже у нас все есть. Очень много оборудования спортивного. Как отметили представители городской власти, на сегодняшний день это самое современное и хорошо укомплектованное образовательное учреждение округа. В детском саду «Теремок» будет работать 12 групп, включая коррекционную и речевую группу. Любовь Пельмякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Людям с ослабленным зрением везде дорогу. В Наринмаре состоялась акция «Белая трость». Она проходит уже 24 года подряд. За это время, говорят представители общества слепых, водители стали дисциплинированными и всегда пропускают незрячего человека в любом месте проезжей части. Чтобы лично проверить, как городские водители реагируют на человека с белой тростью, мы провели собственный эксперимент. Председатель Ненецкой местной организации Всероссийского общества слепых Борис Бажуков живёт в темноте около 40 лет. За эти годы он уже привык полагаться только на слух, обоняние и осязание. Жить в мире без света и красок тяжело, но сложнее всего свыкнуться с тем, что зрение уже не вернётся. У каждого человека есть свои психологические особенности. Каждый человек находится в таком состоянии психологическом, из которого надо выводить. Одни люди в пределах года, кто-то два года, кто-то три года. И вот эти периоды, они очень тяжёлые для людей. Сейчас в обществе слепых состоит более 120 человек, 8 из них дети. Это те, кто полностью или частично потерял способность созерцать окружающий мир. У этих людей возникают большие проблемы в быту, общении. Но сложнее всего самостоятельно ориентироваться на улице. В крупных городах специально для незрячих предусмотрены указатели, тактильные дорожки, наклейки, пиктограммы. На Ринмаре сделаны только светофоры со звуковым сигналом. Всего в городе их четыре. Там, где светофоров нет, инвалиды по зрению могут перейти дорогу в любом месте, вне зависимости от пешеходного перехода. Главное – взмахнуть на обочине белой тростью. Как водители реагируют на пешехода с белой тростью, проверим в нашем эксперименте. Дорога оказалась очень длинной. Непривычно идти, когда ты не видишь ничего вокруг себя и только слышишь, как гудят машины. А ещё было очень страшно, но наши автолюбители не подвели. В течение часа, что проходила традиционная акция, ни один водитель не нарушил правила дорожного движения. Хотя по традиции белая трость проходит на самых загруженных участках городских дорог – около детского дома и рядом с перекрёстком между улиц 60-летия Октября и Рабочий. В обычные дни встретить человека с белой тростью – большая редкость. Сегодня внимательность наринмарских водителей вызвались проверить представители власти и общественные палаты региона. Ты слышишь завязанными глазами тормоза и думаешь, где они находятся. И сели машины, остановились. Конечно, когда ты идёшь, ты стараешься пропустить грузовые машины, чтобы… Не дай бог, если что-то случится. Ну, я думаю, что всё хорошо, конечно, но всё-таки опасность такая даже внутренняя существует. Будучи полноценно здоровым человеком и ощутиться в той ситуации, когда человек не совсем здоровый, в ряду тех или иных причин – это ощущение очень-очень неоднозначное. Сразу вот через себя пропускаешь, как эти люди живут. Согласно эксперименту, выяснилось, что наши водители знают об особенной категории пешеходов. Поэтому на городских улицах люди, которые живут на ощупь, могут чувствовать себя защищённо. Вот только ориентироваться в родном Наринмаре незрячим по-прежнему остаётся очень сложно. Алена Валей, Роман Делимарский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Они ушли, но непременно обещали вернуться. Первая группа призывников отправилась из окружной столицы в распредительный пункт Архангельска. Будущих защитников Отечества по традиции провожали родственники, друзья и представители власти. На солдатских проводах побывала и моя коллега Алина Ваучейская. Возвращайтесь, самое главное, здоровья. Возвращайтесь обязательно, чтобы у вас взялись новые друзья. Пожелания и последний инструктаж перед отправкой. Автограф в журнале безопасности, мини-презенты с самым необходимым. Ручка, блокнот, станок и пена для бритья. Уже через несколько часов эти парни попадут в абсолютно другую атмосферу. Они станут солдатами. Проводов новобранцев терпеливо ждут родные. Матери волнуются и плачут, отцы гордятся за своих чад. Александр Грошенко и сейчас, спустя многие годы, вспоминает о службе лишь хорошими словами. Говорит, возмужал в армии, стал самостоятельным. Поэтому и сына отправляет со спокойной душой. Чувство нормальное. Надо служить, родине долг отдать. Парень служить хочет, поэтому спокойно идет в армию в первых рядах. В первых рядах уходят, как правило, те, кто не бегает от военкомата и служить идет с большим желанием. Вот и сын Александра Грошенко, Кирилл в их числе. Я осознанно пошел после института, чтобы была эта, так сказать, галочка, чтобы потом куда устроиться хорошо. Ну и вообще с чувством ответственности, потому что это честь идти первыми. Ну, немножко, естественно, боязно. Но у нас коллектив хороший идет. Пока будем держаться все вместе. Среди первой команды и те, кто только окончил школу. Самым младшим едва исполнилось 18. Всего же в призывную кампанию 2015 года служить отправятся порядка 150 юношей. Нести службу они будут в различных родах войск Северного флота, Западном военном округе, внутренних войсках МВД. Получается, что мы сейчас справляем первую команду. Вернее, это не одна команда, а три команды идут на Северный флот. 12 человек уходят. Пацаны пойдут водителями, кто-то пойдет в учебку учиться, Ну и кто-то пойдет просто служить обычной службой. Контрольное построение, пересчет, все 12 первых ласточек на месте. Впереди дорога в новую жизнь. Последние напутственные слова объятия с родными. Они уходят, но обещают вернуться. Вернуться уже через год повзрослевшими, возмужавшими. Алина Волучейская, Антон Водряков, Телеканал Север.